Предоставить возможность всем детям из всех школ города поступить в пятый класс и лицеев и гимназии. Это основная задача, которую ставит перед собой департамент образования. В этом году свои силы могут попробовать все четвероклассники Сарова, независимо от места прописки. Главное пройти индивидуальный отбор. Это наш первый год, это наш год, когда мы апробируем нашу систему. Могу сказать, что безусловно, что мы не лидеры в этой области, и что большинство крупных городов давным-давно перешло на эту систему. А самое главное, что вы должны понять, что ребенок тянет и справляется с той нагрузкой, которая дается ему и будет даваться при достаточно высоком темпе и при достаточно высокой проходимости материала. Приемная кампания в лицеи и гимназию стартует 15 апреля. До 22 апреля включительно эти школы будут принимать заявления от родителей четвероклассников. Каждая образовательная организация принимает свой пакет документов. В этом году лицеи 15 набирает три класса, третий лицеи и вторая гимназия по два класса. В каждом классе в каждой из этих школ будут учиться по 25 детей, не больше. Уже в 20-х числах апреля начнутся вступительные испытания. Гимназия 2 проводит два вступительных испытания. Это комплексная работа, которая включает в себя и русский, и математику одновременно. Соответственно, мы понимаем, что объем русского языка и математики включен в меньшем объеме, чем он будет включен в отдельных вступительных испытаниях в лицеи 3 и в лицеи 15. Почему? Вы можете догадаться, потому что основной предмет, который необходим для поступления в гимназию, это английский язык. В лицее школьники должны будут сдавать отдельно математику и русский язык. Математику проверяют на более высоком уровне. Работы, которые дети будут писать при поступлении в эти школы, разные. Критерии начисления оценок тоже разные. Даты вступительных испытаний в каждую школу есть на сайте образовательных организаций. Для детей, которые пропустили испытания по болезни, предусмотрены резервные сроки, но при этом обязательно будут требовать наличия медицинской справки. Также при индивидуальном отборе будут учитывать итоговую оценку за 4 класс в лицеях по математике, в гимназии по английскому. Пятерка дает 5 баллов, четверка соответственно 4. Дополнительные баллы может дать и портфолио. Победы и призовые места в школьном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. Школьный этап Всероссийской Олимпиады школьников вы писали в этом году по математике и русскому языку. Итак, соответственно, если вы имеете диплом победителя, у вас 2 балла. Если имеете диплом призера, то 1 балл. Следующий большой блок – это участие в Олимпиадах и конкурсах из перечня Министерства просвещения и Министерства оборонауки Российской Федерации. Можно предоставить и дипломы за Олимпиады и конкурсы не из перечня, но не награды за онлайн-олимпиады или платные конкурсы. Они в расчет не идут. Дополнительный балл даст ребенку диплом призера или победителя в спортивном или творческом соревновании. Но нести всю папку грамот не надо, достаточно одного документа. Вся подробная информация о поступлении в лицее и гимназию есть на сайте Департамента образования и этих образовательных организаций. Екатерина Пенова, Константин Островский, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров-24.